И мы идем навстречу женщин русской диаспоры в Гемлике. Красиво очень. Это вот еще одна девушка у нас пришла. Какие минусы будут? Вот, допустим, вообще в Гемлик, в Турции. Единственное, что в Гемлике ты не будешь ходить голым, как можно в Анталии ходить. Здесь ты не будешь ходить. А больницы? А что? Ну, например... Я всех снимаю, а себя нет. Многие покупают квартиры в Гемлике, потому что... Гемлик хорошо застраивается, много строится нового жилья. И фабрик много здесь, то есть можно здесь устроиться на работу. Сегодня у нас 13 июля, суббота. И мы идем навстречу женщин русской диаспоры в Гемлике. Вот в этом кафе мы встречаемся. Пришли мы чуть пораньше, так как у нас ребятята. Хотим прогуляться. Виды Гемлика поснимаю немножко. До свидания. Суббота. Пока. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Сколько ты, Танюш, живешь? Пять лет? Пять лет живет здесь, в Гемлике. Муж у нее наполовину турок, наполовину грузин. Такой грузин мусульманского разлива. А это вот наши красавцы. Выходной в Гемлике. Меня спрашивали про квартиры. Можно посмотреть с видом на море от собственников. Вторичку. Много строится. Гемлик хорошо застраивается. Много строится нового жилья. В этом комплексе это закрытое СИТЭ. Есть тоже, продается квартира. Но это все вторички. Вторичные. Это от собственников. Погода такая хорошая. Вроде бы и солнышко светит, и совсем не жарко. Ветерок морской. Морем так пахнет. Сейчас мы дождемся остальных, и будем делать заказ. Такое кафе простенькое, но в чудесном месте, рядом с домом. Кафе простенькое. Прокосликс. Идальдерсарь. Хотите? А что там такое? Что там? Ты читай, переводи. Так. Чай. Фильтрованное кофе 10. Потом. Генеральная вода. Сода. Это жареное мороженое. Я не знаю, что это такое, но очень интересно. Двенадцать лет. Нет, жареное молоко есть такое. Жареное мороженое. Я не пробовала. Фрукты. И всякие там. Рыбы нет, да? Рыбы, походу, нет. Да, рыбы нет. Ну, вот это вот что? Кюфте, там картошка, овощи и жареный лук. Ага. Тринадцать лир. Это у нас гамбургер, картошечка, такой лучок жареный в кляре. Что у них было? О, хамсы тоже тринадцать? Да, да, одинаковый. Ого. Ну, конечно, с тарелкой. То есть, сейчас все вылетит. Другой они пристынет. Принесли мне картофель, кюфтеты четыре штуки, перчик, помидорчик, еще лук принесут. Сколько, Таня, это порция? Шестнадцать лир. Вот это вот порция. Вот молодец какая. Это вот еще одна девушка у нас пришла. Танюха молодец, она ничего не смущается. Она у меня самая активная. Ну, а сколько, ты говоришь, до Стамбула? До Стамбула, ну, за час можно декабря побыстрее дырать. От гемлика? Да. Как попадешь? Ну, гемлик, конечно, хорошо здесь чем? Что и бурса рядом, да, Оль? Да, бурса рядом, море рядом, горы рядом. Да, и не то, что как в Анталии, там только летом жизнь, и жара сумасшедшая, бананы растут. Четыре сезона, ну, конечно, меняется, иногда бывает снег, иногда нет. А так, как мы привыкли, зимой прохладненько. И снег бывает, да? И снег бывает. Ну, конечно, два года уже снега не было, но все равно бывает снег. Оль, я хотела спросить, что ты говоришь про гемлик? Да, это удобное расположение, что близко к бурсе, и не к морю, пляжи, Армуту, Кустыклое. То есть гемлик находится посередине. Ну, кумла само собой близко, а вот у Армута очень красивый песчаный пляж, и недалеко здесь всего 30 метров. И какой еще второй на пляже? Кустыклое. Кустыклое еще ближе. А это не доезжая Армутлу? Да, да, тоже очень красивый пляж. Слушай, ну вот ты, извини, что у нас уже так по привычке. А 20 лет здесь живешь? Нет, 13. 13. Ну и как вот сейчас, если сравнивать, вернулась бы, или здесь все устраивает? Ну, это такой сложный вопрос. Возвращаться, это если есть куда. Но у меня уже здесь есть куда, уже возвращаться нет. А какие минусы? Ну, вот, допустим. Вообще, в Гемлик, в Турции, в Гемлике? В Гемлике, то, что вечером выйти, например, куда-то, если... Ну, это зависит от того, кто какую любит ночную жизнь. Не видишь. Если ты за рулем, то если ты пойдешь в ночную группу, потом назад возвращаться только на такси. А так, минусы. Для меня, если семейные люди, кто любит спокойствие, у меня ко всем минусов нет. Все удобно. Есть сервисы в торговые центры. Бесплатные. Да, да, да. Актобусы ходят, достаточно недоступные. А так вот, ну ты самый долгожитель у нас в Турции. Вот скажи, допустим, если сравнивать Анталию и самый популярный курорт для русскоговорящих. Единственное, что в Гемлике ты не будешь ходить полуголом, как можно в Анталии ходить. Здесь ты не походишь так. Естественно, маленький город и как бы он провинциальный считается. Поэтому здесь как бы... Ну, и небольшая диаспора русскоговорящая. Конечно, да. Ага. Ну, это зависит от человека. Здесь в Африке, поэтому многие сюда приезжают на работу. В Гемлик именно. Да, да, в Гемлике. Все-таки здесь свободная зона. Свободная в каком плане? От налогообложения. В Гемлик. Да. А почему? В Турции есть несколько свободных от налогообложения зон. Это по Евросоюзу у них есть когда-то конгрессы, когда материал, дырье приходит, здесь обрабатывается и отсюда же уходит. Не продается на внутреннем рынке. Понятно. Поэтому оно не подлежит налогообложению. Это вот Гемлик входит в этот регион? В Гемлик есть такая свободная зона экономическая. А, 7. Там были народы правы. Нет, это и правы. Паркорный. И фабрик много здесь. То есть можно здесь устроиться на работу. Ну, со знанием языка, наверное, английского или турецкого. Да. А ты у нас сколько языков знаешь, девушка? Ты у нас какой переводчик? Нет, нет. Какой я не дипломированный, а как присяжный. Ну, у меня еще и диплом. И сколько ты языков знаешь? Ну, у меня еще и дипломированный. Ну, у меня уже есть. Ну, сказки уж так. Ну, у нас 5. Ну, остатки. Да, так бывает. Многие из Стамбула покупают квартиры в Гемлике, потому что очень близко сейчас делали прямую трассу через мост. Полтора часа от Азиатской стороны Стамбула. У многих квартиры здесь. Многие покупают специально. Да, специально, потому что жить в Стамбуле, жить в Стамбуле у моря в 10 раз будет дороже, чем здесь. Ну, да. И вода, рынок, все намного дешевле здесь, чем в Стамбуле. Каждый захват единственный в жизни. Красиво очень. Тут весело. Опять у кого-то свадьба. Родственники жениха вызывают невесту. 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 Продолжение следует...